В среднем от 80 до 100 килограмм влезает в это сердце. Если, грубо говоря, 20 таких сердец опустошить, то это уже можно собрать на реабилитацию ребёнка. Сердце такого размера трудно обнять руками, но вместе с тем оно работает. Помогает благотворительному фонду «География добра» собирать столько пластика, сколько нужно для реабилитации ребёнка с серьёзным недугом. В Чоковском парке культуры и отдыха, рядом с площадкой, где раньше располагались аттракционы, фонд при участии Молодой гвардии «Единой России» начал сбор пластиковых крышек для очередного своего подопечного. Второй год сейчас мы развиваем проект «Добрый пластик». В рамках этого проекта любой житель и школьники могут сдать пластик и макулатуру. И эти деньги пойдут на лечение подопечных фонда «География добра». Сейчас мы стали работать с Молодой гвардией. Спасибо им большое. От полутора до двух месяцев требуется, чтобы наполнить большое сердце крышками доверху. В сборе пластика фонд рассчитывает на участие молодогвардейцев. Если всё пойдёт по плану, к сентябрю сборник вторсырья будет заполнен. Чем больше у нас будет людей, кто собирается участвовать во всём этом, тем быстрее мы достигнем нужных целей. Наша задача в основном сориентировать людей, чтобы все люди знали, куда приносить помощь. Дальше разноцветные крышки отвезут в пункт сортировки крупной компании по переработке вторсырья на улицу Броварскую. То, что могло быть выброшено на помойку, буквально приобретает вторую жизнь и приносит пользу. Из данного пластика мы делаем вешалки, миски, одноразовую посуду и так далее. В принципе, очень довольны сотрудничеством. Всероссийский проект «Добрый пластик» фонда «География добра» уже помог в реабилитации 21 ребёнка. В начале лета завершился сбор средств в пользу Серёжи Приваловой из Подмосковья. Следующим будет подопечный из Щёлкова. Его имя назовут на днях. Сбор крышечек в парке продолжается.